всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рей мы продолжаем играть в tower conquest так зайдем на тренировочку квест завершён смотритель так награду у нас получены но мы с тобой отправляем так квесты запрос и все до в магазине есть еще бесплатная ну покажите мне только за рекламу нет я не хочу ребят за рекламу так давай-ка мы заберем наши награды так 15 бродяг и плюс ко всему такое все прокачано абсолютно ребята и сакура и богини солнца у нас прокачано опять награда высшего уровня 15 бродяг слушай но бродяга у нас по моему тоже прокачан насколько я помню выберите отряд ну давай вот эту возьмем как всегда по стандарту с помощью молотильщика сразу же его отправляем в бой и он сразу же тут все раскручивает поехал поехал давай пропилим эту будку трансформаторную никогда это паладина не смеши меня пожалуйста вышел там первого уровня против сотого вот так вот мы их тут и забомбили так давай посмотрим что здесь ну как ты видишь награда идет молотильщик а молотильщик ребята у нас прокачан по полной программе потому что это роботы как ты видишь все у него четенько вообще у нас ребята из роботов не прокачан только лишь термин и завод все слушай друзьям и я забираю свои слова обратно у нас бродяга не прокачан на пять звезд прикинь а я нужно всего лишь ребята 180 карточек чтобы нам друидку прокачать у нас и жрица не прокачана слушай но здесь много чего не прокачана опять же замок второй замок бродяга и естественно епископ тоже у него вообще три звезды санта клаус тут еще дофига ребят кого надо улучшать ну чё поехали тогда в бой мы с тобой на территории подданных ага грифон паладин и жрица грифон проблема номер один если я сейчас не путаю он именно с грифона начнет нет но в любом случае надо вызывать паладина ага ага так ребята и баллисту вот да вот такой вот он вредитель этот грифон чтобы ты знал ты посмотри что делает а я вызываю щита бота и еще одну баллисту но и тут в принципе все ребят тут уже победа будет за нами тут уже ничегошники они нам не сделают а замок да замок мы уничтожим годбай роднулька ну я еще раз говорю ребята долина подданных и вот и вот рыцари это одни из самых наверно на и простейших войск в игре чтоб ты знал они самые предсказуемые и самые легкие но это для меня не знаю может для кого-то немножко по-другому все будет ну смотри кто вышел и фехтовальщик да неприятный типок но он слишком легко разбирается это разгоняется да он так по лицу вызовем очень быстрая скорость атаки у него начиная где-то со 2 3 когда он уже получает ребята разгон а до разгона он вообще ватник паладин против щита бота нормально получилось а если мы с тобой вызовем например вторую баллисту что они на это скажут еще вот так сделаем так ну понятно тут вы вылетает грифон как вылетел так и улетел нет когда извините меня ребят два баллист мэна сзади стоят и бомбят тут уже все но вот если бы у них например предположим ребята был бы каким-то образом прыгун в команде вот эти две баллисты бы уже получили бы звездюлей по полной программе потому что он бы перепрыгнул и не спеша бы их разобрал и за него никто не заступился потому что рядом никого не было такс ну маг да маг неприятный человечек во первых он бомбит воздушной атакой это не ближник он выпускает молнии причем на приличном расстоянии при этом нанося повреждения ну практически любым юнитом воздушным наземным и у него есть возможность оглушить его просты вот под паладином когда идет хил это все ребята то прям ну неприятность из неприятностей и вот смотри чем делает и он еще выпускает мага нам придется на на здесь сделать следующим образом вот так вот я думаю всем понятно зачем так было сделано чтобы подтянуть и ну что такое чтобы подтянуть его как можно ближе и сразу всех одним скопом распинать у нас в принципе это и получилось у нас даже еще и грифон испугался и убежал от нас до мага накрыли жрица сама за себя не может постоять мы это уже знаем поэтому без поддержки она вообще ни о чем вот и все вот и все ребят так и у нас последний этап сейчас будет здесь посмотрим кто у них у них здесь епископ выползает а у нас а у нас ребята здесь друидка я думаю если если ребят сопоставить друидку и епископа хотя бы один-на-один вот в чистом поле друид точнее не друид а епископ он ребят не имеет атакующих ударов но нет у него он может только он саппорт чистый саппорт то есть он вешать щиты он может хильнуть а у друидки извини меня тотемы на все случаи жизни на все случаи жизни то есть она может и застанет и откинуть и нанести урон и хильнуть то есть ну просто офигенный ребят набор я именно про друидку говорю вот это вот неприятно когда стоит паладин а сзади вот из-под тяжка бомбит грифон очень неприятно я специально коплю ребят на друидку я ее сейчас вызову и тут сразу же все поменяется у нас даже это враг что стоит блин то вражеский паладин а почему он был отвернутый я думал что это мой смотри вот и отталкивает вот вышел епископ друзья мои вот что он делает вот вот он вешает щиты и все больше ничего он не умеет делать ребят бесполезный чушок просто просто бесполезный набрасывает щиты которые мы тут же сразу снимаем и просто в ответку влупляем так что у друидки конечно намного больше способность и соответственно намного круче чем этот жрец так ну вот хорошо что нам выпадают эти эльфики потому что их ребят мы нигде в игре их нету этих эльфов ой кстати вот это вот блин ну давай наверно вот эту возьмем пока команду короче самураи да плюс ты ракоша это у нас нефритовая долина идет как по мне ребята одна наверное из сильных самых сильных твою налево ну и чего повезло 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 ребята ой ты ракоша я может быть сейчас таракошу блин ну не надо ну я беру в клетку короче я беру и в клетку вызываю еще одного джиггернаута вызываю фехтовальщика особенно когда в этой команде во вражеской присутствует ронин кто там еще ронин ну и тигр наверное такие самые два неприятных существа двигаемся дальше смотрим что у нас тут блин всадник на журавле еще у них всадник на журавле естественно ниндзя ребят но ниндзя не всегда может успеть его бомбануть я про всадника на журавле говорю не всегда может но как обычно ребят как обычно ну давай ты ниндзя быстрее без истерики да вот 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 всадник на журавле видел он начал отхиливать ребята у нашей не здесь работала попытка как это назвать бессмертие что ли то есть она превращается в этот в пенек и отлетает то есть дополнительные хп все прекрасно здесь запинали переходим на третий этап и смотрим болин вот жен здесь вот жен может взять этот отряд блин ну тут тоже такой отряд специфический на одного молотильщика если рассчитывать на его пилу естественно ну тут 50 на 50 ребята что именно он выпустит пилу в тот момент когда нужно корни ну корни да могут нам как-то тут помочь притормозить врага так ты будешь это вылупляться родной давай сейчас мы тут подбреем капельку туда без истерики отлично ну началось а вот ребят самые неприятные блин он не попал под под это да где отсюда прищалыга на те как же я обожаю на нафиг дубинушкой своей правильно так ему надо получи вот жен сейчас тоже схлопочешь вот так вот как он красиво разбирается на против деда не попрешь против деда не попрешь против лома нет приема если нет другого лома так у нас говорится дед конечно разгуляющий тот но тут ничего страшного нету единственное да черепаха с дальней атакой дальние да плюс еще массовые ну я думаю что ничего не выгорит я всегда ребят любил комбу когда выпускаем например голема да и вместе с големом выпускаем служителя тьмы вот это прям топовая комбинация так интересно я успею деда призвать вот прям сейчас вот вот хочется мне протестить деда давай наверно корни выпустим бабах вот это да вот это вот вот это уэлсон просто в мясо а вот ребята и служитель тьмы а служитель тьмы под боссом так это вообще благодатушки это называется бессмертная команда уже тут ты ничего не сделаешь шанс шансов вышли практически нет потому что служитель тьмы ребята делает отхил так он не просто хиляет он же еще и наносит урон противникам то есть он занимается своим родом перекачки жизненной энергии так богиня солнце богиня солнце да но слушай у нее тоже такой довольно неплохой удар вот этот вот сжигающий луч солнечный да который жрет все на своем пути кто в него попадает но все таки дед может оглушить если дед оглушает то это все ребята это ну практически смерть ну что ты сможешь сделать ну ничего ты будешь встань и стоять в этот момент тебя просто разберут как то так так вот в джен бы мне как бы здесь если по чесноку он мне тут вообще не нужен дед вышел все дед вышел на разборке а он вызвал богиню богиня ребята идет вот я про этот луч ребят вам говорил понимаешь там проблема вон в ком ребята не в богине солнце была проблема а в джене которого там выделывается я не могу ничего здесь сделать лишь из-за него офигеть просто ничего не могу сделать да ну-ка нафиг вы чё вы серьезно блин да молотичек выкинешь ты он ничего не выкинет я офигею там столько черепах ребят мне не подойти сейчас будет да молотичек ты будешь выкидывать пилота свою дебильную блин ну да неужели ёпп рассеты блин а все ребят я уже по времени сфейлился прикинь убить босса но не завалить мобов я в шоке ну и отрядишка я тебе скажу да потому что молотичек ни разу вот он только сейчас выпустил пилу ребят я ничего там сделать не мог давай ускорять это уже пипец да далеко уйдем таким макаром просто ничего не делал стоял сопли жевал нет какое там я буду проходить этот уровень я в шоке я просто в лютом шоке ребята завалить босса и сфейлиться на мобах и самая пакость это естественно ребята был вуджен вуджен и черепахи которые издалека просто бомбили вот и все вот тебе весь расклад но против этого отряда ребят у них шансов 0 на то он и топовый отряд тут у них ничегошеньки не выгорит вот это вот мне просто раздражает это вот истерика ребят когда самураи впадают в истерику и начинают бомбить ну вот и все и доигрался я говорю будет месть месть жестокая месть так награды получены ну а мы двигаемся дальше так заменю забираем сундук нефильтом империи ну кроме денег тут ничего хорошего не досталось так территория нежити но с этими противниками уже может и вот этот отрядик справится что у него там мертвец и зомби камикадзе да это первые кто пойдет на нас блин как ты меня вот раздражает это сейчас будет бомбить да ребят окей бфг шкула на не задел и это уже хорошо выпускаем там хорни две бфгхи в принципе ребята ну должны нормально тут разобраться с противником ауч да зомби камикадзе бесявый какой душный а это посмотри мы не мы не можем нанести вот давай добиваем есть какой душнило все-таки видишь а у меня некого заменить в этом отряде у нас вот голем это по моему последний из танкующих кто доступен такс ну давай тут когтистый когтистый размашистый чувачок блин ну нафига ты с него то начал пошли сейчас взорвется ты не подходи к этому то главное чего а ну зомби понятно там же взрыв же был все все тогда нормально ну вот как всегда ребята мы с тобой делаем 3 сейчас все лягут просто пипец чтобы все не ложились здесь надо знать что делать здесь нужно нужно вызывать баллисту ребят баллиста это тема он издалека будет прикрывать ну вот таким вот как то таким вот образом ребят проходится и черепок вот надо было ему в конце ребят обязательно черепок выбросить да гад так хорош хорош давай еще одну баллисту позовем еще одну баллисту с тобой мы позовем опа меня иногда удивляет как он с такой ребята скоростью постоянно вызывает бойцов то есть даже я не могу себе позволить так быстро клепать все таки у каждого бойца есть откат с которой он может появиться заново на поле боя а у него как будто знаешь этого нету он просто их плодит в хаотичном каком-то порядке вот а нам за это как говорится расплачивайся так слушай энергии то все меньше и меньше и меньше о банши зомби камикадзе и банши кстати вот против зомби камикадзе ниндзя вообще топчик она его не подпускает к себе она его на расстоянии уничтожает да по моему в принципе она и с ней ой с этим зомби справились справляется нет разве вот с этими я знаю что точно справится а банши доралась скелет только вышел сразу под раздачу попал прекрасно да ползун знает свое дело массовый взрыв и сносит все кто там стоит так ой 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 ребята здесь прыгун мне даже контрить его нечем придется этим отрядом играть нечем контрить прыгуна вот чё вся беда я не знаю но не знаю ну и вот ты Мне пришлось потратиться К сожалению Даже чумнуха здесь не поможет Ее взорвут сейчас Такова участь ее Ой Ой-ой-ой А кто? Фух Это нам крупно повезло Что он сейчас прыгнул без истерики, друзья мои Да ты заколебал, а Ну давайте уже бомбим ему эту Что там произошло опять, а? Ты еще и сжег мою чумнуху 56 секунд осталось Ронин, как всегда, еле идет Гад Он уже побежал в истерике, ребят Ребят, к моему замку Ронин успел Уничтожить врага Так Ну да Неприятные, конечно, противники Афиг делать На ведьму бы накопить Как-то вот По-быстренькому Понятно, Ронин, так как всегда Вот и все Вот и не стало никого Нет, 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 нет Не надо Прекрасно Как думаешь, появится? Появился Ай, гад Появился, друзья мои Блин Ну Все Размазали Неожиданно, конечно Я думал, он не выйдет А он вышел Босс Вражеский Вышел и получил Хорошо, у меня суперзаряд был Я успел Воспользоваться Отдай сундук сюда Прекрасно Так, территория захватчиков У нас Ага Бородавочник Плюс этот Хм Ну и еще ползун, да? Ко всему прочему Насколько я понимаю Ползун против ползуна Будет сейчас В первый, да? Да Ползун против ползуна Блин, не выжил Нет Ёк-макарёк Успеем? Запарил уже, а? Ну вот, джиггернаут Хорош Должны победить, ребятули Есть Да, ползун, конечно, бесит Периодически Появляется, когда она не нужна Так, а здесь кто у них? Ползун Жаба С пушкой Ну, в общем, такой же отряд Только еще жаба прибавляется Тоже приятного мало Видишь, против ползуна Даже ниндзя, ребят Не успевает сработать Ну что, джиггернаут идет Джиггернаут и ползун Вот сейчас непонятно было Почему мой ползун Пипец, короче Хорош Шикарно Я скажу тебе Серьезно? Быстренько мы тут запинали Я думал, сейчас Начнется Уже сконцентрировался Так-с Значит, здесь Ой Энергия кончилась А что у нас О, здесь есть энергия Так Блин Ну, не совсем, конечно То, что я хочу Мне кажется, этот отряд Бесполезен здесь будет Ну, голем Он еще может выдержать удар Но там у них воблер, да Еще будет Ой Это везет нам, что он, ребята Выходит без истерики Вот, теперь воблер пошел Это вот плохо Дед, давай, выходи Бежит Бежит, бежит, ребят Да Тут деда, конечно Расколбасили Ничего не могу сказать Мало того, что расколбасили Они даже еще умудрили Себе этого и уничтожить Готов Да, служитель тьмы Сделал свое черное дело Высосал энергию Из замка Добил, так сказать Что у нас тут Так, это не то Как думаешь Подтянем К этим отрядам Так, ну щитобот Естественно Против ползуната Он выстоит Там нужно будет Три ползуна таких Три чувака В ползунках А вот жаба с молотом Да, это мощный Хмырь Мощный Жирный Он их двоих Отправляет к нам Нам всадник На журавле поможет Вообще Нам поможет Здесь друидка Она всегда помогает Ты смотри Что вытворяет А ну-ка Отгоним этих Олухов Стоит Оглушенный Вот чем хороши Ребят Тотемы Что он бьет В них А не по Войску Он просто разбегается И бьет в тотем Тем самым Теряет свой заряд Ну давай 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 Расписываем Так Прекрасно Идеально Ну а дальше Просто уничтожаем Пилон Нормально Претензий нету Все прошло Как по написанному Ну что Следующий поединок У нас энергия Кстати есть Где-нибудь Так Вот на этом отряде Ребята Но Здесь у нас Смотритель Сейчас будет Ахалай-махалай Делать Ну если конечно Он вылезет Если он успеет Высунуться Так Первый пошел Да В принципе Рыцарь-мах Должен с ним Нормально справиться Угу Так Мне надо накопить Ребят на ведьму Уже сразу же Быть на изготовочке Ведьма вызвата Твою налево Ронин Все идут Так не спеша Как на прогулку Ё-моё Вышли А вот ребята И смотритель И отсюда Вот Был смотритель И не стало его Три секунды Как говорится И разобрали Видимо еще Паучок такой Наверное На колпаке Там висит Отдайте мне Пожалуйста Сундук Ну Ничегошеньки Тут интересного Ооо А мы прошли Друзья мои Мы с вами Прошли Так Ну что У нас тут Нефритовая долина Получается Да Территория Нежити Фабрика Так Опять Долина Подданных Еще Одна Ребята Нефритовая Долина Две Нефритки Будет Две Нефритовые Долины Ой Кто Что Ронин Там Ядрен Матрен Друзья мои Ронин Кто Кого Мой Красава Мой Ронин Лучший Серьезно Да Уже Поздно Хайкать Идеально Ребята Ронин Просто Сейчас Катку Отыграл Практически Один Никому Не дал Шанса Так Ну что Энергия Есть Где Нибудь Да Все Друзья мои Энергия Везде К сожалению Закончилась Но тогда И мы С вами Будем Заканчивать Эту Серию Так что Ребятушки Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков